Магнитогорский Металлург Магнитка завоевывала губки исключительно в седьмых матчах, но всегда нужно находить что-то новое. В этот раз молодая команда. Фантастический сезон, просто фантастический сезон для Магнитогорца. Сколько было тревог, сомнений, смогут ли, сдюжат ли, смогли, сдюжили. Магнитка чемпион. И кто бы сказал это до начала сезона. С новым тренером, с игроками, которые еще в прошлом году не проходили в состав. В тот же Канцер, в тот же Силантефе играл в ВХЛ. Они завоевали трофей. Самым надежным игроком этой встречи, по вашему мнению, был признан Илья Набоков. Великолепный голкипер Магнитки Тиньков. Гордится всеми своими сорока миллионами клиентов. Генеральный партнер континентальной хоккейной лиги. Космический сезон. Голосовный плывов выдал Набоков. Гордится. 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 И снова отмечаю болельщиков Ярославля, которые по-прежнему остаются на трибунах, и они аплодируют в первую очередь своей команде. Да, переполняют эмоции, говорит Денис Зернов. Прям видно по нему, вот они, два капитана Магнитогорских, Яковлев и Карпов поднимают трофей над своей головой. Второй кубок для Дениса Зернова, который выигрывал в авангарде. Ну а Карпов играл в финале 2013 года против московского «Динамо». И тогда он смотрел со стороны, как радуются соперники. А теперь этот кубок в его руках. Да, может быть не самый удачный плей-офф, и в запас походу этих матчей на вылет попадал Карпов, но тем не менее победа спишет все. Уральская сказка в этом сезоне. Действительно, и автомобилисты, и трактор взяли бронзовые награды, но от золота за Магнитогорском. Опа! Вес взят!